Поехали в город Гермой, Смоленск. Отдыхает тут Татьяна Михайловна. Потому что Адмир Гомедович меня не разрешил выйти. Хотя прекрасная набережная реки... Всё, хватит, потом будешь говорить. Как она называется? Вон там река Днепр. А, река Днепр. Это армянская набережная. Давай. А это оказывается мост через реку Днепр. Сегодня 27 апреля 2018 года. Мы с Татьяной Михайловной приехали в город Смоленск. Вернее, едем в Советскую Белоруссию. Решили проехать через Смоленск. Вот достопримечательность города Смоленска. Снимаю. Это какая-то старинная стена. Мы находимся на армянской набережной. Ширина стен... Ширина стен... Больше полутора метров. Вот этой крепости. Вот. А что за крепость, пока ещё не ясно. В скором времени мы это узнаем. Вот. Вот наверху. Церковь. Красивая. 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 Вот вот так и называется. Смоленская крепостная стена. Красивая. вот видим наверно происходили вот таких оборонить сооружение видим там сидели внутри глубоко-глубоко стена высота приличная и стены вот 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 дота в школе посмотрите-ка что поехали дальше ознакомиться со смоленском вот монумент стоит ну да тоже типа как вот той пусины зашитный комментирует город смоленск напоминает нам как будто мы в советское время улице коммунистическая ленина кинотеатр октябрь вот это вот опять остаток смоленской стены старинный городишко да городишко это не и 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 водичные и и uche улица дзержинского скоро приезти металлического здесь да вот пожалуйста там дворец какой-то дворец зуба белый снимай если можешь и не трудно он не реставрированный собор но такой симпатичный городишко ну конечно покрутнее по гораздо крупнее чем чем этот наш клинта тут вот население почти 250 270 тысяч человек я так думаю вот с левой стороны смоленск до свидания смоленск до встречи не знаю когда мы в следующий раз статья михайловна попадем вот слева справа железной дороги в сторону минска которая вот скоро будет граница с белоруссией вот счастливого пути заправка последняя луковиловская последний был населённый пункт российский это был красная горка да красную горку мы же проедем мы приближаемся к минску проразинул поворот надо проехать два километра развернуться видите какие поля чистые и ухоженные красота это преград минска это преград минска вот минск минск минский район 19 40 да Субтитры делал DimaTorzok Мне всегда нравилось Киеву, когда приезжаешь, подъезжаешь на поезде, да? Киеву, так. Ну и Киево-печай. И сразу все вот эти золотые куполамы. Красота. Город Брест. Многострадальный. Да, многострадальный Брест. Цветы, 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 не забудьте. Да, мы приехали в город-герой Брест. О, там, видите, в самом дальнем. В мемориале помню Брест-Крепость. Вот так это сделаем, вот, 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 наш автобусы снимем. Колясочек, где они там колясочек. Самое главное колясочек. Третья, вперед. Третья, вперед. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Погулялась немножечко, погода теплая, в городе, как обычно, чисто, аккуратно, культурно, все убрато, а народу совсем-совсем мало. Завтра, 1 мая, говорят, в демонстрациях Лукашенко отменил, все трудятся в огородах. Вот видите, народа совсем нет, практически. Те, которые ходят, это туристы, приезжие. Так, мы находимся в старинном городе, скорее всего, это центральный час города. Вот, высаживают колясочников, вот Татьяна Михайловна едет навстречу к нам. Привет, Минску! Привет, Минску! Не привет Минску, а привет Клину. Камеру помещай, а мне уже не знаю. Как всегда. Иди, вот, помоги Баб Таню. Дядя Ахмеда, а то он это, Ахмед. Ну ты тоже, будь на кадре. Не-не-не-не-не. Совершание представителей московской организации. Вот, вот. Город Минск. Банк Москва-Минск. Вот там, на дальнем плане. А рядом, вот, за этим деревом, казино-город. Что-то. Они уплыли. Уплыли? Да, утки уплыли. Пропавшим без вести в Афганистане. Вот утки плавают. Смотри, какая красивая утка. Смотри, вот, вот, вот эта красивая утка. Божья Матери. С тех пор эта икона и Божья Матерь являются защитниками и заступниками наших белорусских земель. Поэтому я удивлюсь, что на городе, на гербе города Минска у нас изображена Божья Матерь в окружении ангелов. Связано это с иконой. Ну вот, по правую сторону остается у нас уже Троицкое предместие, остров Слез. Над ними возвышают Минские улицы, да и, в принципе, белорусские. Тоже обращайте внимание. Очень много парков. Просторные улицы широкие. Наверняка вы уже заметили. Да, это особенность именно главных белорусских городов. Ну, непосредственно здесь вблизи зеленой точки Минска находятся первые объекты, связанные непосредственно с Великой Отечественной войной. Будем с вами смотреть направо. Потом развернемся, мы проедем полностью вдоль проспекта Победителей и будем разворачиваться и смотреть также направо. Вот сейчас с правой стороны, обратите внимание, впереди справа возвышается Стелла, обелиск. Называется он Минск, город-герой. Город Минск в числе городов-героев нелегко ему досталось это звание очень долго. только в 70-е годы все-таки в 70-е Минск был удостоен звания героя и, как говорят, главной причиной все-таки послужило то, что на всей территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны развернулось широкое партизанское движение. Вот это и стало по сути решающим фактором за всю Беларусь, скажем так. Город Минск получает звание Великой Отечественной войны. Смотрите на шар и подумайте, а почему здесь советский флаг? Может быть, вам что-то напоминает такая композиция? Стеклянный купол и советский флаг. Рейхстаг. Молодцы! Вот здорово, все знаете. Действительно, какая была задумка увековечить вот тот самый день, тот самый момент, когда советский флаг был установлен на здании Рейхстага. Зал Победы как раз-таки накрывается тем самым куполом советским флагом. Батька. Батька. Батька, да. Батька, переводится с белорусского отец. Если что. Вот резиденция батьки. Вот по правую сторону посмотрите, новая резиденция и последняя инаугурация была как раз-таки здесь, в этом дворце, называется дворец независимости, палац незалежности. Вот здесь у нас проходят торжественные приемы, то есть больше даже он используется как зал приемов, чем резиденция. То есть постоянно работает президент в другом месте, а здесь, если же приезжают какие-то делегации к нам, ну вот, например, про Минское соглашение здесь. Вот, я только хотела сказать, что нормандская четверка, которая приезжала к нам, представители России, Украины, Германии и Франции, они заседали здесь, обсуждали Минские соглашения здесь, но подписывали в другом месте. Но все же обсуждали здесь, и на самом деле это было очень знаковое даже событие для Беларуси, потому что ну, последний раз лидер Германии приезжал к нам, это был Гитлер, но если говорить о французском лидере, то Наполеон, то есть достаточно давно это было. Вот, так что дворец независимости у нас, да, вошел в историю непосредственно, если говорить о связи с соседними странами, да, то это, конечно, Минское называется этот комплекс Минск-Арена. Посмотрите, он состоит из нескольких частей. Кругленькое здание это непосредственно хоккейная площадка, которая вмещает в себя около 15 дней, такой эллипс, новое здание Олимпийского комитета. Вот, в 2014 году очень много у нас новостроев появилось, как раз-таки чемпионату, но не только это связано с чемпионатом, но и с юбилеем, 70-летним юбилеем освобождения Беларуси от захватчиков, от Олимпийский комитет переехал сюда. Но гостиницы строятся и строились как раз-таки к чемпионату мира по хоккею. Справа тянется обычный жилой комплекс, называем мы его Радужный. А что такое Гандлю? Гандлю? Гандль это торговля. Дом торговли, дом Гандлю. Мы с вами заедем на стояночку немножко поближе, чтобы сфотографировать. Сама национальная библиотека появилась в 2006 году, не так давно. И вот если вы бывали в Минске, если оказаться в Минске того времени, до библиотечного, скажем так, то вот эта территория, она была пустынная. Это бывшее болото, а здесь вообще ничего не было. Но после появления библиотеки очень быстренько вырос интерес. Одна визитная карточка города, это Красный Костел. Красный Костел или второе его название Костел Святых Симеона и Елены. Строился он чуть более ста лет назад с семьей, которая здесь проживала. И строился он в память о детях. В этой семье было двое детей. Алена 18 лет и Симон Симеон 12. К сожалению, то время это было время эпидемии, то и Национальная Академия Наук. Дом правительства. Ленина уже заметили, узнали, да? Дом правительства 30-е годы, представьте, на тот момент еще не было современных технологий, оборудования, поэтому он практически строился вручную. Представляете? В 30-х годах такое огромное здание. Единственное, что использовали в качестве оборудования, это деревянные подъемники. Все, что использовали. Здание стоит как новенькое, согласитесь. Памятник не только одной деревни сожилища, но и всем разрушенным белорусским деревням, а также людям, погибшим в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны в начале древних. Сегодня здесь серый железобетонный плит. На диске вы видите пепельного цвета, мемориальный лёжок, что надо и цифр ущерба, нанесенного за три года оккупации Беларуси. Было разрушено 209 городов и городских посёлков, 9200 сёв и деревень, а также было уничтожено 600 миллионов человек. Это каждый четвёртый житель Беларуси. На мемориальной доске есть также единственная дата 22 марта 1943 года. Это дата Хатынской трагедии. Сейчас мы с вами подойдём на место. М olmaz мазж 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 за advice меня кух article И запресс за Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок